Вы же преподаватель кафедры гомеопатии Российского университета дружбы народов Больше принятия и внедрения В рутинную, так скажем, повседневную практику По применению одновременно методов Кинезиологии и гомеопатии Гомеопатия, это все ерунда И не работает и так далее Врачи со всего мира, да, все, кто практикует Какие-то преференции это дает вам В британском научном обществе? Овладение методами Работы с искусством интеллекта Или это расстройство, или это акцентуация личности Он же меняется сам И это удивительно Все знаю, все понимаю, все мне ясно Перестать так бессмысленно Тратить свою энергию То есть уже никуда мы От этого не денемся Александр Александрович Красильников Кандидат медицинских наук Врач-травматолог, ортопед Мануальный терапевт, кинезиолог, падиатор Президент Межрегиональной ассоциации прикладной кинезиологии Доцент кафедры травматологии, ортопедии И медицины катастроф Российского университета медицины Минздрава России Добрый день, Равшан Абдумуминович Рад вас приветствовать Равшан Абдумуминович Абдумаликов Профессор Доктор медицинских наук Гомеопат, кинезиолог В Москве В наших пенатах Как вы к нам добрались? Отдых или работа? Или все вместе? Я прилетел на самом деле по работе У нас сейчас очень много интересных направлений Которыми занимается Наша корпорация В Узбекистане И волей судьбы Возникли и дела И самое приятное в этом визите Это наше интервью, конечно Я тоже рад вас видеть Тем более у нас есть возможность С вами поговорить о международном сотрудничестве Продвижении кинезиологии На, так скажем, другие страны В частности, в Узбекистан Где, я так понимаю, уже организовано обучение Кинезиологии Да, в Узбекистане организована академия По подобию академии в Москве Людмилы Федоровны Васильевой Безусловно, за организационными Какими-то советами И помощи Мы к ней обращались И принципы образования Принципы обучения В этой академии Программы Позаимствованы, конечно же У Людмилы Федоровны А где находится? Она находится в центре города Ташкента Ташкенте Да А как называется Если люди Кто-то захочет Поучиться Именно у вас в академии Как искать какой-то сайт Называется она De facto Education Ну у нас будет Наверное Вся информация Все ссылки Все какие-то моменты У нас будут указаны Я думаю Что те Кто интересуется обучением Непосредственно в Узбекистане И в Ташкенте Кому удобнее Можно сказать Что это Перенос Московской академии Медицинской кинезиологии В Ташкент Или там будут Какие-то свои Какие-то особенности Совершенно верно Это скорее перенос Потому что Система образования Которые выстроены В академии в Москве На сегодняшний день Аналогов нет И ничего лучше нет Поэтому Мы смотрели Образование По кинезиологии В Лондоне Мы смотрели Образование По кинезиологии В Сингапуре В Соединенных Штатах Америки И мы сформировали Наше мнение Что система образования Лучше всего Поставлена все-таки В Москве Это приятно слышать Это такой комплимент В общем-то И Людмиле Федоровне Васильеву И академии Да и в общем-то Я думаю Что Всему Сообществу Кинезиологическому Российскому Которое участвует В продвижении И Межрегиональная асссоциация Прикладной кинезиологии В развитии В продвижении Кинезиологии В России И получается В мире Потому что Мы вот общаемся С международным колледжем ИСАК Подходы международные Они немножко другие То есть И в России Больше врачей Занимаются И врачи Врачи с классическим Медицинским образованием Это накладывает В общем-то Отпечаток На интерпретацию Того что мы получаем Интерпретацию результатов В Ташкенте Вы берете на обучение Каких специалистов Позвольте сначала Я немного добавлю К тому о чем вы говорили На самом деле В Академии В России Большей части Учатся все-таки врачи Поэтому помощь Которую они оказывают Пациенту Она как более качественная Так и более квалифицированная И отличительной Особенностью Академии Что послужило Одним из мощных Таких стимулов Того что мы взяли За основу Именно формулу Обучения В Академии В Москве Дело в том Что здесь дают Не только Какие-то базовые знания Здесь дают Еще и применительно Ну целый ряд Направлений Интегративной медицины То есть Здесь дают И основы Иглорефлексотерапии Вот Дают основы Работы с психосоматикой Что очень немаловажно На сегодняшний день С хроническими заболеваниями Вы сами знаете Что В наших реалиях Так сказать Мировых Да Общемировых Да Точно Вы Кого берете На обучение В Ташкенте На обучение У нас идут врачи Врачи Да Вначале Мы ограничивались Врачами-неврологами И провели для них Ну специальный блок Обучения Помогли им Вспомнить анатомию Физиологию Функции нервной системы Вот Далее Изолированную группу Для врачей-неврологов Мы делать не стали Мы приняли решение Вот Мы сделали просто Группы обучения Для врачей И для На терапевтов Терапевты Я имею ввиду В Узбекистане Есть система Европейская Это Как физический терапевт Это средний Да Это средний персонал То есть это врачи С средним образованием Медицинским Не врачи Это люди С средним Медицинским образованием Которые занимаются Исключительно Реабилитацией То есть это разные Виды реабилитации Да То есть это не только Физическая Аппаратная Реабилитация Совершенно верно Какие-то Ручные техники Да Они заканчивают колледж Обучают в течение Четырех лет Четвертый год практики А программа Повзаимствована В Германии У тех Кто занимается Реабилитацией Интересно То что мы Как раз говорили Про прикладную кинезиологию Как Прикладную дисциплину Которую можно приложить И к врачам И к реабилитологам И к физическим терапевтам И к хиропрактикам И чем больше Человек знает Как сказать Бэкграунд Чем больше он умеет Владеет разными техниками Тем лучше ему заходит Так скажем Кинезиология Но при этом Мы знаем Ну по опыту В общем-то работы По опыту обучения Что не всегда Получается у курсантов Которые приходят обучаться Войти в этот мир Кинезиологии Принять его И перестроить Своё мышление На новый Кинезиологический лад Как У вас Вы же По образованию Врач Да Какая ваша Базовая Специальность По диплому Так скажем Да Я врач Заканчивал Ташкентский государственный Медицинский институт Затем поступил В целевую аспирантуру Как у вас Лечебное дело Лечебное дело Конечно Да Затем поступил В целевую аспирантуру К Юрию Константиновичу Скрипкину Центральный институт Дерматологии Ленерологии С самого начала Хочу сказать Что мне Очень и очень Повезло В жизни С наставниками С теми людьми На которых Я мог равняться С кого мог Брать пример И у кого Очень многому Научился Потом Под руководством Ну знаете Как это Немножко Такой Лаверды Как говорится Когда ученик готов Появляется учитель Значит Вы были Такой Настроенный На движение Вперед Человек И наставники Появились Они же не появляются Ниоткуда Они приходят Тем Кто Мотивирован Стремится Что-то узнавать Ну да На самом деле Я из медицинской Семьи В свое время Мой Отец Он Тоже Профессор Медик Он вырос В одной плеяде Если вы помните Биохимиков Александр Якович Николаев Тимур Тимвач Березов И Мама была Вирусологом То есть Этот дух Медицины Я получил На самом деле С самого начала Ученик был готов Благодаря стараниям Наверное И навыкам Полученным от родителей Тогда Закончили аспирантуру Да Закончил аспирантуру Затем Заведовал Центральным кожевым институтом Меня отставили работать Там Где руководил Сначала кабинетом Далее Отделением урологии Занимался Генитальными инфекциями Но акцентировался Все-таки На реабилитации Затем прошел Годичную стажировку У Ивана Федоровича Юнды Он очень известный уролог Ну и далее Сложилось так Что Я зачтил Кандидатскую К тому времени Работал на докторской Перешел на работу Тогда Это называлось Управление Медико-биологических И экстремальных проблем Ну бывшее Треть управления Минздравом Я там был Главным специалистом Главным Драматологом Травматологом? Драматологом А, драматологом Да, драматологом Это я уже свое Работал Да, да, да Работал Работа была Очень интересная Очень увлекательная Мы работали Совместно С институтом Биофизики Это было Очень много Интересных Совершенно На стыке На стыке Специальностей На стыке Изучения И что Вас привело В кинезиологию В интегративную Медицину Наверное Сочетание Разных Аспектов Которые Вы встречали В своей работе Или что-то другое То есть Я занимался Реабилитацией Вопросами Реабилитации После урогенитальных Инфекций В том числе Реабилитацией Пациентов С бесплодием Как следствие Урогенитальных Инфекций Или воспалительных Процессов Совместно С институтом Медицинской Генетики С профессором Любовь Федоровна Курила Совместно Мы изучали Вопросы Онтогенеза Филогенеза У нас было Очень интересное Направление Мы работали Совместно С институтом Биофизики Как можно Предупредить Как можно Избежать И как можно Более эффективно Восстановить Функции Репродукции Соответственно Все репродуктивные Функции И где-то Мы уперлись В какой-то тупик Потому что Из доступных нам Известных нам Методов Терапии Не всегда Мы могли Решить Вопросы С пациентами Результаты Терапии Я наблюдал У некоторых Врачей Кто применял Методы Гомеопатии Меня очень Заинтересовала Гомеопатия В тот момент Я поехал В Баден-Баден Прошел Четырехмесячную Стажировку В компании Хель Они занимались Комплексными Гомеопатическими Препаратами Ну да Это известный Производитель Я вообще Очень люблю Учиться Видимо Это Стремление Открытого ума Познавать Все новое Далее Проходил я Обучение В Индии Это уже Не по комплексным Монопрепаратам Гомеопатическим У Раджана Не отрицая Наших протоколов Терапии Не отрицая Эффективности Ценности В принципе Общепринятой Медицинской Практики И в какой момент Появилась Гомеопатия И в какой момент Появилась Кинезиология Появилась Гомеопатия Тоже все было Очень интересно И необычно Далее Мое хобби Мое увлечение Такое большое Я Очень люблю Теннис Я очень люблю Теннис Я в свое время Играл в теннис Ну безусловно На уровне Любителей Я большой поклонник Одного из ведущих Теннисистов В Швейцарии Мне нравится Как он играет Ну и в качестве фана Я поехал На его турнир Посмотреть воочию Как же это все Проходит Как он выглядит Живой Опять-таки И к большому удивлению Я обнаружил Что с ним Перед матчем Что-то делает Удивительное То есть То, что мы называем Кинезиологическими тестами Мануальное мышечное тестирование Я приехал пораньше Сел на хорошее место На стадионе И видел Собственно Раздевалку в стадионе И там ему проводили тесты Это была моя первая встреча В кинезиологии Интересно Что меня очень сильно удивило Причем Это человек Который был Первой ракеткой мира В течение По-моему Я не знаю Трехсот недель Или двухсот пятидесят дней Он уникальный игрок Меня очень удивило И мне стало интересно Но как-то оно Забылось Я посмотрел Да, есть кинезиология Вот Через какое-то время Как у любого теннисиста У меня заболело колено После мальчика Я думал локоть Нет? Теннисисты больше болят колени Да Заболело колено Да Если техника правильная То болит не локоть А колено Заболело Даже если техника правильная Что-нибудь все равно болит Да? Болит всегда Наверное, если ничего не болит То матч прошел не очень эффективно И Я обратился к специалисту-кинезиологу И к огромному моему удивлению Я колол хель Делал обкалывание Проводил гомеосинеакрию По суставам Обычно после тренировки Спасал все эти К моему огромному удивлению Специалист по прикладной кинезиологии Она сняла у меня боль Буквально за 20 минут И стала тестировать Так, как тестировали Чемпионы мира И тут у меня сошлось Конечно, это был большой интерес Мне возник Мне захотелось познать А что же это? Ну, конечно, я стал искать в интернете В интернете И обнаружил в Академию Очень много роликов Ну, где-то, наверное, год или полгода Я смотрел ролики До обучения Созревал Да, да Зрев, да Ну, и потом у меня была Большая лекционная нагрузка В университете Нужно было выделить время Для того, чтобы не ходить К работу Дальше созрел Сложилось так, что у меня было время Была возможность Я с огромным удовольствием Пришел сюда на обучение Такой, может быть, нескромный вопрос Хотя бы порядок возраста Когда вы пришли Обучаться кинезиологии Ну, плюс-минус хотя бы Чтобы обучаться кинезиологии Я пришел уже в 59 лет Я просто к тому, что Федор Зан часто говорит о том, что Живой ум, он всегда живой Даже в 59 лет Не даже Это расцвет Особенно мужчины Чем, так сказать, позже Человек начинает заниматься Новым направлением А кинезиология, так понимаю Для вас была таким Достаточно новым направлением Тем сложнее ему в это погрузиться И вот как раз Продолжение вопроса Который до этого начал задавать Как, по-вашему, что мешает Курсантам, которые начинают Это изучать Даже не в 59 А в 40, в 30 Ну, после института даже Кто-то приходит в 25 лет Что их останавливает На пути изучения кинезиологии Что их отталкивает Или что, чего они не понимают Может быть, что-то вас Топорило, так скажем Или не было таких моментов Нет, были Безусловно Безусловно Я пришел, записался курсантом Ну, я не заходил К Людмиле Федоровне Не представлялся Я пришел в качестве Ледового курсанта Для того, чтобы Ну, вы понимаете Для того, чтобы Можно было ошибаться И испытывать неловкость какую-то Имея бэкграунд Знаете К тому же еще и обязан Ну, это да Есть такой момент И К моему большому удивлению Мне было очень сложно Самая большая сложность Для меня была В первую очередь С терминалом Специалисты Не из травматологии Не травматологии Не ортопеды Но те, кто не работает Собственно В сфере Ну, анатонии Незнакомый С термином Толатера Флексия Вот И Мне приходилось Больше изобреть Терминологию Нежели, собственно Сам ММТ Мне дался легко Но учитывая мой опыт Работы в гомеопатии Так или иначе Тесты кинезологические Мы проводили На переносимых препаратов Оно было мне Все знакомо Но Глубже Конечно Первое, во что я Прям Мне было очень сложно С терминологией То есть Это тоже Как такой Момент Для Того, чтобы Людей погружать Но тут Это фактическое знание То есть Это надо проводить Какие-то вебинары Что ли Наверное Людям напоминать Рассказывать про анатомию Рассказывать про Биомеханику Чтобы они уже Приходили на обучение И брали Не упирались В формальные Какие-то аспекты Которые они Изучить Хорошо бы было Заранее А брали именно Фактические Техники Интересный момент Что получается У профессора Тоже возникают Оказывается Вопросы С этими моментами Мне кажется Это интересно Особенно тем Если будут смотреть Наши интервью Чтобы люди Не убегали от этого Не рвали на себе волосы Что вот я такой Такой Никакой Ничего не помню Ничего не знаю Что это нормально Если человек этим не пользуется И с этим не сталкивается То знания полученные Во-первых Как полученный вопрос А во-вторых В какое-то время Без использования Они там Пылятся Пылятся Где-то растворяются Нейронные связи Надо Обновлять Обновлять Восстанавливать Постерминология Что-то еще? Да Ну собственно Вот как раз Почему мы и начали В Узбекистане Обучение Недельного блока По анатомии По физиологии Где я По своему опыту Я максимально давал им Все эти термины Потому что иначе Неэффективно само обучение Ну да Ну все остальное Было на самом деле Замечательно Я много чему Для себя научился Здесь В плане обучения Каким-то новым методом То что я не применял И очень сожалею Сейчас В процессе своей работы Практически Но сейчас уже используете Сейчас уже да Ну вот вы сказали Первое с чем столкнулись С терминологией Были какие-то еще моменты Которые мешают двигаться Мешают принять это в себя Нет Все остальное было неплохо Ну То есть Мне пришлось учить заново мышцы Ну несмотря на то Что я заканчивал ВУЗ Отличием Увы Анатомия уходит Ну да Как любые фактические знания И пришлось учить мышцы Достаточно долго Но мне стало Очень интересно Я стал видеть Совершенно другие аспекты Терапии Пациентов Даже Глядя на входящего пациента Я уже начинал понимать Что по всей видимости Есть патология В этой области В этом плане Я очень вам благодарен Интересно проходили занятия Вашей академии Спасибо большое Они мне очень запомнились Если вы помните Я вам все звонил Распокоил вас Потому что Очень хотелось Квалифицированного понимания Как раз Техочный процесс Ну это вот Да Визуальная диагностика Это такой аспект Который В принципе Не сказать Что он Абсолютно новый Да Конечно Визуальной диагностикой Пользовались Если почитать И записки врачей И 100 лет недавности И 150 лет недавности То есть И Пирогов писал Визуальной диагностике В общем-то По сути Но именно Интерпретация Применительная К биомеханике Интерпретация Применительная К поиску Огониста Неработающего Гипотоничной мышцы И зависимость Нарушенного региона От статики От динамики Это конечно Безусловно Заслуга Людмила Федоровна Васильева И наверное Вот книга Визуальная диагностика Ну даже Даже если человек Не занимается Восстановлением Реабилитации Да Или там Невролог Наверное Это надо Как учебное пособие Давать всем Студентам Еще до дипломном Этапе Если этим Не будут пользоваться Чтобы они Хотя бы знали Что такое есть Что такое Используется Мы с Днивой Федоровной Сейчас Приняли решение Работаем Как раз На базе Ее книги Визуальная диагностика Ну с учетом Моего опыта Приобретенного Процесса работы Мы совместно Сейчас готовим Эту книгу Визуальную диагностику Для студентов Медицинских вузов И медицинских училий В Узбекистане На узбекском языке Супер Это я считаю На самом деле Будет просто Шикарный Подарок Студентам Медицинских вузов Хотя они об этом Может быть и не догадываются Но К сожалению У нас такая Я тоже как преподаватель Для студентов В государственном вузе Вынужден констатировать Что Какие-то аспекты Студенты могут не понимать В силу возраста В силу отсутствия опыта В силу Непонимания Широты Взгляда На проблему Иногда приходится В них Впихивать Что-то Чтобы потом Они осознали Или не осознали Это уж Дело Десятое Поэтому это Шикарный подарок И наверное В этом плане Российским вузам Есть К чему стремиться Чтобы тоже Это внедрять В себя В работе Обучение В Узбекистане У вас проходит Я так понимаю Это отдельная Академия Это отдельная Академия Они ждут Наши программы Все в том Что кинезиология Есть Условно Если дословно Перевести Это как Семейный врач Есть дисциплина В Узбекистане Семейный врач Восточный врач Восточный врач Если перевести Дословно То есть Где использует Этот врач Использует Методы Интегративной Медицины Это вполне себе Все официально Это официальная Медицинская Специальность Они заканчивают Медицинский вуз У них в программе Есть гомеопатия У них в программе Есть кинезиология То есть Аналог Что-то Как традиционная Китайская медицина Университета В Китае Есть Совершенно верно Это аналог Скорее всего Традиционной Китайской медицины И выпускники Этих вузов Они Очень ждут Потому что Как рабочий инструмент Реальный Работать с пациентом Конечно Прикладная Кинезиология Они видят В ней Большое Для себя Будущее Они изучают Траволечение Народный врач Наверное Вот так Но он Дипломированный Врач Выборскник Высшеучебного Завития А у вас Образование В вашей академии Проходит на каком Языке На русском языке На русском А в вузах Государственных Узбекистана На русском И на узбекском Языке На русском Страна двуязычная Да Большая часть Населения Все-таки Говорит на русском Может быть Не очень свободно Но говорит на русском Ну и вообще Очень тесные Такие культурные Очень тесные Связи Из России В Узбекистане Например В Узбекистане Сейчас открыли Филиал Пироговской академии Это второго меда Второго меда Да Восьми вузов Московских филиалов Таркентия То есть было Я так понимаю Политически Было советское присутствие Потом был Такой период Какого-то безвремени И сейчас В общем-то Идет восстановление Этих Активные восстановления Связи Работы А вот вы прилетели В Москву Рейсы прямые же Рейсы прямые Из нескольких городов Из четырех городов В Узбекистане И скоро И лететь Три с половиной часа Ну то есть Плочаса Это в принципе По России Да Куда-то Куда-то слетать Ну и Очень приятно Что в Ташкенте Сейчас Например Рестораны Новикова Открываются Да Открываются Да Если кто-то захочет Поучиться Ну интересная Специальность Народная Медицина Я думаю Что многие Заинтересуются Опять же И гамайпати И траволечением Это Особенно С учетом Колорита Так скажем Восточного Болевосточного В плане документальном Прилететь Нет проблем Да За гранпаспортом Да Прилететь Нет проблем Нет виз Если я не ошибаюсь 90 дней Пребывания Без виза Ну как В остальных странах То есть Через 90 дней Можно там же Подать На продление Виза А учиться Тоже можно Подавать документы На русском Да И учиться Тоже в принципе На русском На русском Если кто заинтересован Можно учиться Конечно Велком Интересные возможности Открываются А вот Расскажите Может быть Еще про гамеопатию Интересный Такой аспект Вы же преподаватель Кафедры гамеопатии Российского университета Дружбы народов Да В общем-то Единственный кафедр Гамеопатии Официальный Так скажем В государственном ВУЗе Как у них Это получилось Создать такую Кафедру Большое количество Курсантов Как к этому Относятся Коллеги Которые рядом находятся Потому что Гамеопатия Относится по-разному Особенно Медицинское сообщество Ну в принципе Наверное Как и кинезиология Но существование Этого метода Более чем Сколько 200 уже лет Больше Говорит о том Что в этом Что-то есть Если бы Ничего не было Оно бы Самоликвидировалось Вот в этом Аспекте Какие Есть взаимодействия Ну я думаю Что исторически Сложилось Я не могу вам Разветить точно Почему так Сложилось Но Предполагаю Что исторически Сложилось Что В университете Патриса Лумоба Как он назывался Большей частью Обучались Иностранцы Во многих странах Камиопатия Была Официально Лицензирована Как же Как и Терапическую Медицину Так и Гомеопатия Была Введена В реестр Официально Изучаемых Наук Поэтому Чтобы Удержать У себя Иностранных Специалистов Будущих Специалистов Ввели Такую Кафедру Интересную Я думаю Что так Это именно Кафедра Да Кафедра Представляете Лекции Или занятия Проводите Читаем лекции Да Проводим Занятия Сейчас уже Нет Я сейчас Больше Занят Работой В академии Конечно В Великобритании А так Да Работал Все время Есть Мнение Такое Скажу Что Как Траволечение Препараты Работают Если Человек Живет В средней Полосе России То Надо Брать Травы Не Китайские А То Что Растет Здесь Если Он Живет За Уралом Сибири Соответственно Нужно Брать Ареал Плюс Минус Его Расположение Инвазии Паразитозы Соответственно Действующие Вещества Иммунитет Человека Сочетаются Наилучшим Образом Того Региона Где он Проживает В гомеопатии Есть Особенности Например Узбекистана Или России Или Англии Или Китайской Или Индийской Или Подходы В целом Общие И разницы Нет В гомеопатии Есть Целый Ряд Направлений Есть Комплексная Гомеопатия Где Используются Препараты Различных Потенций Различных Разведений В этом Случае Вы можете Работать С различными Разведениями В чем Суть В том Суть Что По данному Симптому Работают Скажем Целый ряд Препаратов Можно Использовать Их Объединяют И используют Это называется Так Назваемый Комплексный Родоначальник Чего Явался Еще Реки Век Далее Есть Классическая Гомеопатия Наиболее Общепринятая Такая Большая Часть Гомеопатов Кроме Того Есть Гомеопатия Наверное С точки Зрения Больших Частей Специалистов Классической Гомеопатии Наверное Это не очень Нервный Будет Рактование Считаться Но Есть Гомеопатия Высоких Разведений Эмпотенции В этом В этом случае Подбирается Индивидуальный Препарат Он Очень Патагдомоничен Сам По себе Опрос Занимает Это Школа Шанкарана Школа С Холтона Сам По себе Опрос Занимает Достаточно Много Времени Часа А вот Если брать Гомеопатия Это Вот Потенция Это разведение То есть Все-таки Исходно Мы говорим О том Что есть Какое-то Действующее Вещество Конечно Есть ли Вариант Гомеопатии Как информационное Носитель Говорят Что нет Действующего Вещества Есть только Информация О Веществе Либо О миазме Либо О Возбудителе Есть Есть Разделение Так скажем Например Есть на сегодняшний день Очень популярный Сейчас В Соединенных Штатах Очень популярно В Германии Приобретает Популярность И у нас Существует Например Планетарные Препараты А это Что такое Планетарные Препараты Держат Проекции Телескопа Высоко Очищенный Спиртовый Раствор В течение Какого-то Времени В зависимости Я просто Не смогу Вам подсказать Сейчас нормы Я их не помню Затем Из этого Спирта На базе Этого Спирта Готовятся Препараты Уминиапатические Очень интересные Эффекты Скажем Такой Необычный Эффект Препараты Скажем Венеры Препараты Венеры Это Препарат Ну Каких-то Чувств Это Чувствительность Людей Это Скажем Ну Где-то В связи С отсутствием Чувствительности Не состоявшейся Личную жизнь Порою Как следствие Целый ряд Заболеваний Многие заболевания Вы знаете Что психосоматически Провоцируются Теми или иными Взаимоотношениями Между людьми Они социально Порою бывают Социально Обусловленные Да Обусловленные В этом случае Препарат Скажем Венера Работает Очень неплохо Это Как раз Нематериальные Препараты Да Они есть Ими работают Ну Я привел Как один из примеров Это планетарный Есть такая Ну не знаю История История Байка Не байка Да Что тот же Ганеман Да Заряжал Или Осуществил Перенос Информационно-перенос Да С одного Раствора На другой Раствор В потоке Солнечного Света То есть Как бы Ставя Одну Пробирку За другой И Вот этот Информационный Перенос Состоялся Настолько Известна вам Такая история Неизвестна Правда Это неправда Или Байка По поводу Ганемана Я такой истории Не слышал Насколько я знаю Он потенциировал Как раз Классическим Методом Но В проекции Например Есть препарат Солнца Гомеопатический Если можно Я немного Расскажу Вам Давайте Интересно Препарат Солнца Это Особенность Этих людей Если мы Будем Говорить Про Патогенез Про Состояние Самого Человека Ему Все время Хочется Кого-то Одарив Светить Ему Все время Хочется Светить Это же Его И истощает С одной Стороны И он Ему Бесконечно Нужно Блистать Он Бесконечно Озабочен Проблемами Других Людей Забывая О себе Забывая О себе Забывая О себе И Этим Людям Очень тяжело Жить Ну и Как Взаимосвязь Ну там Целый Ряд Описывать Можно Бесконечно Препарат Солнца Патогенез Его Но Глобально Это те Люди Которые Расточают Свою Энергию На Все Окружающие Все Свои Силы Ну не Энергию Скажем Силы Вот Это Их Растощает Там Целый Ряд Подкастов Дифференциальной Диагностики Ну мы На них Наверное Останавливаться Но не Будем Потому Что Препаратов Много И В этом Сочи Препарат Солнца Подолк Не лечится Подобно Высокой Потенции Позволяет Этому Человеку Перестать Так Бессмышленно Тратить Свою Энергию Это Безусловно Обязательно Дифференцией Диагностики С препаратом Золото Где Он Управляет Всем миром И несет Ответственность За всех Идей То есть Это такие Так скажем Препараты Планетарные Они Большей степени Именно Психосоматические Социальное поведение И так далее Интересно Как сейчас Обстоят Дела С гомеопатией Ее Принимают Не принимают Осуждают Какую тенденцию Вы видите В этом Больше Принятия И внедрения В рутинную Так скажем Повседневную Практику Или наоборот Больше Отдаление Как-то Выделение Это в отдельную Сигмент Знаете Ментальные препараты Они подбираются По как раз Это Мироощущение Само Мироощущение Оно удивительное На самом деле То есть На одну и ту же Ситуацию Каждый глядит Совершенно По-своему По-разному При тестировании Например В Арабских Эмиратов Очень много Людей С препаратами Верблюд Верблюд Орел Это Свобода Но больше всего Орел боится Мелких Насекомых Потому что Они его Кусают Они В принципе Они его Уничтожают Для него Самое страшное И Орел Опекает Своих Детей Ну и Целый ряд Других Таких Симптомов Ментальных Вдруг Он успокаивается Мама Которая Дочь Ей там Снижение Сорок лет Она каждый день Носит К нему Носит Своей дочери Обед Там В платочке Там Доченька Поешь Или Сыночек Поешь Ну и Целый ряд Симптомов Если остальные Симптомы Тоже сходятся То вот Как ведущий Симптом Вот эта Безмерная Опека Детей В сопровождении Их Она мешает Детям На самом деле Бабуз Ну конечно В какой-то момент Уже Чрезмерно Оно уходит Причем Это Сам человек Этого не замечает Это замечают Окружающие Он же Меняется Сам И это Удивительно Ну да Это Потрясающе Просто Ну Скажем Препарат Ная Это Кобра Ну Яркий Пример Препарата Ная Это Джеймс Бонд Сесть В угол За спиной Чтобы Ничего Не было Все Контролировать Все Контролировать Да Им очень важно Огромного Напряжения В той Змеи Жаней Все Ремен Как Дерутся Ну Образначают Себя Они же Напрягаются И держат Высоко А это Стоит им Очень Большой Энергии Вот Поэтому Тема Уровня Уровень Этот человек Будет Показывать Изо всех сил Вот То есть Поведение Одежды Ведение В одежде Уровень Тема Уровня Будет Звучать Ну Когда Гомеопаты Варят Уровень Они Усвоим Понимают О чем Ее Отвече То есть Мы Вот Такие Вот Это Первое Второе Там Тема Тела Большая Часть Девочек Танцующих Стриптиз Клубах Как Правило С Препарат Измени Для Для них Вот Эта Грация Все Очень Важно Но Это Будет Не Ная Не Кобра Потому Что Кобра Не Можете Позволить Танцевать На Шесте Это Будет Что Ни Там Кадючка Интересно Они Когда Если Принимают Эти Препараты Они Что Становятся Толстыми Неряшливыми Сидеть Дома На Диване Кушать Попкорм Это Вот Такая Очень Тонкая Гра В нашем Случае Скажем Это Дает Возможность Лечить Хронические Заболевания Мы Никак Не Отказываемся От Общепринятой Терапии Но С Препаратами Очень Много Сердей Сосудистых Заболеваний Препаратов Минералов Препаратов Группы Золотом Что Такое Золото Золото Ну Вы Все Идиоты И Они Даже Сидят По Особому Очень Вот У них Есть Ощущение Вы Все Идиоты Я Умный Но На Мне Лежит Огромная Ответственность Зависит Окружающий Мир Что С Нами Поделаешь Такие Неразумные Это Первые Претенденты На Заболевания Терресосудистой Системы Ты Даешь Ему Гипотензив Не Падает Тапли Протестировал Дал Золото Давление Упало И Он Становится Менее Критичен К окружающим Скажем Такая форма Жизни Тоже Имеет Право Два Вопроса Наверное В один Учитывая Огромность Знаний Огромность Информации Которую Надо Потребить Внутри Себя Переварить И использовать Потом В своей Практике В своей Деятельности Что в Гомеопатии По препаратам По описаниям По симптомам И так далее Что в Кинезиологии Потому что Кинезиология Как область Интегративной Медицины Биомеханика Анатомия И физическое И тестирование Это навык Должен быть Психоэмоциональный Энергетический Метаболический Аспект Это огромный Объем Знаний В связи с этим У меня такой вопрос Сколько Как вы считаете Наверное Сколько нужно Учиться Некорректно Будет задать вопрос Мы всю жизнь Учимся Как и врачи За какой срок Можно стать Гомеопатом И параллельно С этим вопрос За какой срок По вашему мнению Можно стать Кинезиологом Сколько должно Длиться обучение Чтобы человек Не стал Не суперспециалистом Но хотя бы Стал специалистом Первичного Двина Чтобы он мог Это применять И помогать Пациентам Для того Чтобы Помогать И принимать Оказывать помощь Пациентам При У меня нет возможности Вести Я не веду Ежедневный прием Но тем не менее При каждой возможности Где можно Оказать Помощь Как доктор Кинезиолог Я ее оказываю Включая Друзей Родственников Знакомых В любой ситуации Я пытаюсь Практиковать Конечно Но для того Чтобы более-менее Уверен на себя В какой-то степени Почувствовать У меня заняло года Два с половиной Сколько может быть курс Кинезиологии Возьмем Давайте так Если мы говорим О кинезиологии Курс Два Три Пять Десять Год Многие курсанты Пока вы думаете Просто Поясни у нас Многие курсанты Приходят Надо записываться На один семинар Говорят Я только сейчас Научусь Тестированию И буду Я все знаю Все понимаю Все мне ясно Потом оказывается Что многое не ясно Многое непонятно Это только Подсмотреть в щелочку А даже не войти В эту дверь Но С другой стороны Мы понимаем Что невозможно Обучаться Прийти в академию Где тебе скажут Больше у нас учиться 15 лет Ну Какой человек Сразу Сходу На это согласится И поэтому Приходится искать Какие-то Разумные Все-таки Я сторонник Того Что проводить Семинары Месяца Через полтора С интервалом Полтора Два месяца И давать Задания Курсантам Давать задания Курсантам На этот период На этот период Ну Насколько Они будут Выполнять Наверное Наверное Будут выполнять Поскольку Это очень интересно Я думаю Что года полтора Это где-то Наверное 15 семинаров 10 семинаров С интервалом Полтора месяца Это года полтора Ежемесячно Я занимался Ежемесячно Мне было Ну сложно Я не успевал Освоить Может быть Силу возраста Ну По практике Получается Что ежемесячно Сложно Да Это и теория Это потом Эту теорию переварить Потом это внедрить Что-то обкатать И Да Ну вот так вот Так получается Недель 5-6 Должно быть Между семинаром Как раз Где-то По вашим ощущениям Тоже Совершенно Детельно Так же Да А в кинезиологии Мы так определились А в гомеопатии Ну Как мы говорили С вами Гомеопатия Есть классическая Ну Академия Гомеопатии Витулкаса Это в Греции Она 3 года Она 3 года Лондонский факультет Гомеопатии То же самое Но тоже Они учат То есть Система какая Тоже Как приезжаешь Учишься Уезжаешь Да Или прям Вот как Каждый день На занятиях Учатся Нет Они учатся Семестры Прям Ежедневные Обучения Гомеопатии На самом деле Обучение Очень информационно Емкое Дело в том Что Препараты Это Весь окружающий мир Поэтому Я думаю Что гомеопаты Википедию Знают Ну Никак не хуже Чем Какие-нибудь Ученые Кто Занимается Как они Называются Ученые Как ученые Эмциклопедисты Для понимания Препарата Нужно знать Хорошо Растительный мир Ты даешь Траву Условно Гомеопатический Препарат Борец Ты должен Понимать Что это За растение В высоких Потенциях Это будет Человек Который борется За справедливость Ну То есть Он Очень Конфликтный Условно Как пример Супружеская пара Проходит Мимо какой-то Ситуации Супруг Можете Не заметить Супруга Остановится Вмешается Постарается Ну то есть Это Искренний Внутренний Поцел Порет За справедливость Это очень хорошо Если это Не приводит К Истощению Затрате Большого количества Инергии Сил Эмоций Ну и Как Провокация Психоэмоциональные Удоболевания Ну да Как это Ты на меня Не смотришь А вокруг Смотришь Да Хочется Чтобы Больше Внимания Уделяли Вы в России Не работаете Я имею Приема Нет у вас Нет Но вот Ощущения Так скажем Гомеопатические Подходы Они больше Сейчас Приближаются Так скажем К основной Ветки Или все-таки Отдаляются То есть Они Интегрируются Или Сейчас Такая доказательная База Отодвигает Так скажем Гомеопатию В сторону По вашим ощущениям В каком Сейчас находится В режиме Мне наверное Сложно Отвечить На этот вопрос Потому что Это очень На самом деле Вопрос Широкий Вы знаете Человек Всегда Активен И жив Когда у него Есть идея У меня есть Идея Я говорю Хотел Поговорить С вами Нет Хорошего Руководства По работе По применению Одновременно Методов Кинезиологии И гомеопатии Я знаю Что многие Врачи Кинезиологи Применяют Гомеопатические Препараты Врачей Гомеопатов Кто применяет Кинезиологии Я так особо Не встречал Это видимо Следующий уровень Создать какое-то Руководство По одновременному Применению То есть Всегда же Есть Различные Стороны Подхода К решению Вопрос Подменения Заболеваний Это Была бы Наверное Очень Хорошая Комбинация Методов Очень Эффективная Для здоровья Людей Для здоровья Пациентов Тут Это Кинезиологически Да Есть ли Методы Не методы А препараты Скажем Скорой помощи Гомеопатии Экстренной помощи Безусловно То есть При каких-то Может быть Сосудистых Катастрофах Или При травмах Например Противотечные Противоболевые Препараты Ну вот В чем Например В чем талант Компании Хель Они собрали Все Противотечные Препараты Объединили В один Называется Лимфомиаз Есть Есть Классический Рецепт Гомемана Травмель На сегодняшний день Есть начало Применения Препаратов Гомеопатических Медицине В травматологии При травмах Например Ну да Хельевский Препарат Известны В травматологии В общем-то И Надо сказать Что люди Иногда даже Травматологи Назначают И прием Тут же Ну так условно Скажем Поливают грязью Гомеопатию Говорят Вот помажете Травмелем А тут же В другом Говорят Что гомеопатия Это все Ерунда И не работает И так далее Опять же Ты его спрашиваешь А ты знаешь Травмель Это Гомеопатический Препарат Я не знал Или там Марника Или Лифамиазот Или Цельте Все эти Различные Препараты В этом плане Действительно Сейчас очень Плотно Внедряются В работу Даже Рутинную Работу Травматолога Во всяком случае В России И зачастую Я считаю Что один из Вариантов Признания Это когда человек Применяет Видит эффект Но не знает Что это Гомеопатия Или не Гомеопатия В этом плане Действительно Работа Большая Проводится Компания Хили Она Немецкая Или откуда Она Немецкая Компания Располагается Баден-Бадене В красивейшем Месте Прямо Производство Курортная Зона Там считается Курортная Зона Экологическая Это заповедник Готовят препараты Очень красивые Но все Очень Соблюдением Всех Правил Требований Немецкой Конечно Законов По чистоте По GMP Совершенно верно По стандартам GMP А вы когда учились Компании Хили Они обучение Проводят на немецком На английском На русском На узбекском На английском То есть Они такое Как компания Мира Это была Группа Каких-то Кто Кто приезжал Сборная Сборная Солянка Врачи С всего мира Все кто Практикует Из Европы Все таки Большей частью Приезжали Не врачи А Как раз Физиотерапевты Реабилитологи Тех кто Занимается В Италии Врачи В Германии Больше физиотерапевты В Германии Более ориентированы Все таки На оперативное лечение Вот В Италии Достаточно популярно Консервативное лечение Учится много Итальянцев Ну и так далее У меня есть информация Что вы получили Знак особого отличия Первой степени Заслуги перед наукой Британской академии Медицинских наук Действительно так? Да Это было Достаточно Расскажите подробнее За что? Чем вы отличились В предбританской академии? Мы прорабатывали Целый ряд новых препаратов Гомеопатических Которые затем Были включены В список Препаратов В аптеке Ну В список препаратов В Лондоне Ну в Англии Ну Это считается Некой такой Большей заслугой То есть они Признали это Как вклад В гомеопатическое Так сказать Сообщество Да И Как они вас Пригласили вас В Лондон Нет Королева вас Облобызала Королева У меня не облобызала Передали сюда И вручили мне здесь Какие-то преференции Это дает вам В британском научном обществе? Ну только бесплатные участия Там Скажем Преференции Участия в академии Да Какие-то месячные платежи Ну и ежегодные платежи Ну и твои статьи Рассматриваются В первую очередь Да Это конкурентные преимущества Интересно Ну не более Где-то в России вас отмечали Такими подобными Или в Узбекистане Вас тоже подобные награли В России мы с институтом Медицинской генетики Подавали На премию правительства Работу нашу Это еще В Медбиоэкстрим В агентстве Задача была сделать Все хотели сделать Банк спермы С этого направления Но мы не получили Премию правительства То есть сперму правительства Не интересует Ну я так не думаю Круг задач тогда Наверное был Ну и наверное были работы Более достойные Чем наши Безусловно Если бы работа была Достойна Присвоения В степени Они его конечно присвоили Там очень объективно Оценивают работу Но Мы были в числе Наша работа была В числе отмеченных Ну как Перспективных Интересных направлений Как это называется Лауреат Да Не победитель Соискатель Лауреат Не лауреат А соискатель Да Соискатель В каком направлении Как вам кажется Сейчас Много Ну я надеюсь Много Информационная Доступность такова Ютуб Наши тоже интервью Будет и на ютубе На канале И в подкасте И многие Молодые люди Смотрят В общем-то Да И задаются вопросом Зачастую Что мне делать Что мне делать Куда мне расти В чем мне развиваться Чтобы быть Востребованным Врачом Специалистом Помогать людям В ближайшем Будущем В ближайшие 5-10-15 лет Как вы считаете Куда Податься Так сказать Молодому Специалисту Чтобы быть Конкурентным Через Ну В ближайшем Будущем Мне видится Перспективное Направление Развития Для молодежи На сегодняшний день Наверное Это сочетание Медицины И Овладение Методами Работы С искусством Интеллекта За этим Будущее Безусловно Если врач Он будет еще И владеть Навыками Программирования Но соответственно Программирование Для того Чтобы писать Программу А чтобы Даже если это Быть Python Для того Чтобы глубоко Понимать И работать С искусственным Интеллектом То За этим Будущее Еще Много лет назад То есть Уже никуда Мы От этого Не денемся Это колоссальный Объем знаний Которые Мы не Постижим Уму Интуиция Да Она есть У человека Это то Что Окончательное Решение Будет принимать Конечно Человек Сейчас Прошла Новость Что То ли Сберовская То ли Какая-то Программа Искусственного Интеллекта Сдала Искусной Экзамен По лечебному Делу Набрала 89 баллов И 100 Да То есть В этом плане Огромный Объем Конечно Фактические Знания Уже Система Может Обрабатывать Но тут На мой взгляд Большая проблема Все-таки Мы не можем До конца Алгоритмизировать Человека Он Не пытается Алгоритмизации До Сотого Знака После запятой Какие-то решения Мы принимаем Абсолютно Иногда Нелогичные Непонятные И даже Наверное По врачебной практике Каждый Может привести Что вот Надо бы Поступить Вот так И так По протоколам Так скажем Да Но ты понимаешь Что здесь Надо действовать Немножко По-другому Я оказался Очевидцем Одной Очень интересной Ситуации В Узбекистане В Самарканде Как раз Сбер открыл Школу 21 Это школа Обучения Программистов Как я говорил Многие Московские Вузы Открывают В Узбекистане И в Самарканде Сбер открыл Школу 21 Обучение Программистов И воре Неворе Я оказался Свидетелем Прорабатывал Они Демонстрировали Их программу Их программу Диагностики Значит Ребенок Медицинской Диагностики Медицинской Диагностики Конечно Медицинской Диагностики Меня глубоко Потрясло Ребенку Четыре года Четыре года Этим ребенком Занимаются Что Им занимаются И кинезиологи Физичем Я знаю Я направлял Это в ребенка Потому что Было совершенно Ну там Проблемы с мышцами Проблемы с развитием То есть Ходят на цыпочках Укорочения Ну Даваться не буду В подробности Но в целом Все симптомы Были введены В систему Искусственного интеллекта Вот И искусственный Интеллект Выдал Диагноз Врожденное Заболевание Щитовидной Железы Не скажу Сейчас точно Ни одному Из педиатров В голову Это не приходило Не очень часто Встречаешься Патологию Этому ребенку Назначили Ничего нового Иотероксин Но до этого Ему не назначали Об этом даже Не думали Кстати Этим ребенком Как раз Педагоги Приезжали Когда Людмила Федоровна Приезжала На конгресс Вместе с Еленой Елена Смотрела Этого ребенка В итоге Стали давать Иотероксин Я знаю Что прошло Четыре недели С момента начала Может быть Пять недель У ребенка У ребенка Были колоссальные Проблемы Со стулом Стул Нормализовался И Значительно Снизился Гипертонус Ну то есть Мы должны Как это Скоро мы будем Интегрироваться Да То ли То ли себе Чипы Вживлять То ли Себя Вводить В компьютер То ли Ну как Это Просто Овладеть Программой Овладеть Программой Она подаст Готовые Решения Возможные Варианты Безусловно Выбирать Врачу У нее Нет интуиции Она может Только оперировать Факты Это Большой Учебник Которым Все есть Большой Справочник Которым Надо уметь Пользоваться Ну а Если Мы берем Вот этот Аспект Понятия Интегративной Об интегративной Медицине А это Интеграция Вместе С сопутствующими Какими-то Моментами Если Мы берем Именно Медицинские Аспекты В чем Вы видите То есть Это что Гомеопатия Кинезиология Не знаю Может быть Остеопатия Какие-то Другие Техники Может быть Это Новая Германская Медицина Психология Вы знаете У меня был Очень хороший Руководитель По научной Работе Георгий Александрович Дмитриев Такой Известный Очень Специалист Известный Ученый Российский Вот он Его Любимая Фраза Во время Защиты Диссертации Каждый Метод Имеет Право На Существование То есть Он Безусловно Интегративная Медицина Она Как раз И объединяет Все эти методы Вы Не можете Использовать Прикладную Хиозиологию Изолирование Так или иначе Вы пользуетесь Методами Косвен Иглотерапии Как оказалось Гомеопатии То есть Это же Есть Интегративная Медицина Традиционная Медицина Неврология Ортопедия И педиатрия И так далее И так далее Это же Последовательное Изучение То есть Мы получаем Базовое Образование Среднее Или высшее Это уже Вопрос Другой Базовое После этого Человек идет В какую-то Специализацию В ординатуру Или в интернатуру Получает Образование По специальности Создается Специалистов Ну Сейчас Раньше У нас Сертификат Специалист Сейчас у нас Аккредитация В России Так или иначе Становится Специалист И дальше У него Встает вопрос Я хочу Заниматься Вот этим Но приносить Туда еще Другие Аспекты Все сразу Невозможно Охватить Придется Все равно Делать это Последовательно Это терапия Это хирургия Это кинезиология То есть В каком Аспекте Или это гомеопатия Я думаю Это искусственный интеллект Как раз То есть Сначала Начать с искусственного интеллект Как раз Если это Пусть он Будет выпускником Травматолога В вуза Он прошел Интернатуру Или клиническая Ординатуру По травматологии Он специалист Дальше Благодаря искусственному интеллекту Он может применять А что С точки зрения Гомеопатии В данной ситуации Можно излегчить Он получит Исчерпывающую информацию По Вполне вероятно Что-то Найдет Отклик В нем Он не сможет Глубоко изучить Предмет Потому что Каждый из этих предметов Является фундаментальным Это как Консультация Онлайн Телемедицина Телемедицина Только она Более глубокая Я был потрясен Возможностями Конечно Сбер Демонстрировал Возможность Искусства Интеллекта Вот так Воочию И близко Я с ним Соприкоснулся С ребенком Это же чудо Да Это удивительно Какие вы Видите Перспективы Для себя Сейчас Я имею в виду Какие у вас планы Вы как человек Стремящийся Ищущий Все время Движущийся В направлениях Какие у вас Идеи Для себя Скажем Что вы планируете Ближайшие Ну Давайте скажем Три года Так скажем Я хочу Приложить Максимум усилия Для того Чтобы Прикладная Кинезиология Гомеопатия В рамках Врача Народной Медицины Чтобы Получила Максимальное Какое-то Развитие В Узбекистане Потому что С моей точки Звечения Это очень Перспективно Это Нужно Это Важно Можно Дать Людям Такие Инструменты Помощи Которыми Они Во многих Даже Банально Человек Которому Надо У которого Коксоантроз Скажем Вопрос Стоит Операции Если Можно При помощи Комплексных Препаратов Более того Существует Еще Пептиды Органопрепараты Камиопатические Может быть Вы слышали Найартроз Целый яд Репаратов Которые Очень неплохо Работают Я знаю По своему опыту Если мы Дадим Этому Человеку Хотя бы Десять лет До операции Продлим Это шикарно Вот уже За счастье За счастье Да А десять Это вообще Будет Но если Применяем Методы Гимнастики Которые Проистекают Из кинезиологии Методы Кинезиологии Гомеопатии Ну Это Это точно Я знаю Что это Дает возможность Людям Более качественно И счастливо Жить Наверное Вот я Для себя Вижу Больше Организационно Методологическая Да Такая Работа Я читаю И лекции Конечно Но Собрать Врачей Вот мы Сейчас Надо программу Прикладной Кинезиологии Провести В Минздраве В объеме Врача Народной Медицины Ее надо Подготовить Адаптировать Ну То есть На самом Интересно У нас Я вот Даже Не знаком Потому что У нас же Тоже Есть Там И целительство Есть тоже И травмничество И какое-то Знахарство Но В России Насколько мне Известно Не обучают В Китае Традиционно Китайской Медицины Вот у вас Восточный Народный Врач У нас Такого нет Образования Или Как вы знаете Не знаете Из тех стран Что есть Я знаю Китай Индию Ну и не так Давно Узбекистан По Китая Индии Они тоже Во многих Отдаленных Районах В горах Где Не всегда Можно Получить Медицинскую Помощь Ну То есть У людей Всегда Есть Альтернативная Возможность Получить Терапию Какое-то Лечение Мы Много С вами Говорим Сегодня О гомеопатии Такой Нам Выдался Шанс С Профессором Обсудить Эту Тему Когда Есть Чистой воды Гомеопат Без Базового Фундаментального Медицинского Образования У него Свой мир И Он Получается Разрыв Между двумя Мирами С другой стороны Есть люди Которые Мы говорили Про эндопротезирование Вот поставить Протез А что Что там Дальше С этим Сносится Придет Еще раз Поставим Протез И вот У него Свой мир У этого Человека Хирурга Не хирурга Томатолога В травмпункте И Человек Который Образует Мостик Между двумя Этими Мирами Беседы С ним Наиболее Ценные Потому что Он понимает И эту Сторону И эту Сторону И может Их Объединить И примирить Как такой Арбитражный Заседатель Арбитражный Судья Который Выслушивает Две стороны И Какие-то Делает Выводы И тем И другим Поэтому Наверное Такой Вот вопрос Какие Есть Так скажем Описания Может быть Или Психологические Портреты Или Показания Применению Гомеопатии С точки Зрения Психосоциального Поведения Не пациентов Наверное Не назовешь их пациентов Людей просто Потому что У каждого Есть же Свои Особенности Психики И как понять Что эти Особенности Психики Знаете Как говорится Это Или это Расстройство Или это Акцентуация Личности Как у психологов То есть Это проблема Или это Просто такой Особенно Красивый Как любит Людмила Федоровна Говорить Вы знаете Вы задали Очень интересный Вопрос Спасибо Он очень актуальный Интересный Дело в том Что Описание Гомеопатистских Препаратов Оно Включает В себя Описание Психологического Портрета Пациента Этому Посвящено Много Очень трудов Индийских Ученых Голландских Ученых Очень много Трудов В Бельгии Используется Для диагностики Поэтому Гомеопатия Гомеопатия Она Конечно Очень близко Сродни В том числе Так или иначе Психологии Но психологии Не в аспекте Все-таки Нас Как гомеопатов Интересует Психологический Портрет На вопрос Лечения Заболевания Как говорят Психологи Если у человека Тревожное Состояние Скорее всего Зудящий Драматоз Лечиться У него Будет плохо То есть В нашем случае Гомеопаты Имеют пациента С зудящим Драматозом Они его Тестируют Они расспрашивают Его О его отношении Как развивались Симптомы Так Наверное Вот очень Простой Пример Попробую Привести Укус Пчелы С точки Зрения Гомеопата Препарат Апис Да Вот Если пчела Укусила Это место Покраснело Мы лечим Шестерками От того Что пчела Укусила И Стала болеть Рука Дальше Дает обычно Тридцатку Выше Потенции Пчела Укусила Болит рука Я по этому Поводу Переживаю Ну Я нахмурил Пациент Нахмурил Лоб Нервничает Это Двухсотка От того Что его Укусила Пчела Он Нервничает У него Происходят Изменения В приятии Мира Окружающего Он Вдруг Из-за этого Случайно Проходящему Пешеходу Ну Взял Отругал Его И обозвал Земельным человеком Или Да Обозвал его Например Земельным человеком Почему нет Да Это Эмки Это Тысячные Потенции Когда мы Говорим О высоких Потенциях Это вот Как раз Глубокое Ощущение То есть Но мы же Не знаем Что это Пчела Мы же Не видели Укуса Пчелы Но мы Мы имеем результат Вот он Идет Обозвал Кого-то Земельным Червяком Как вы Сказали Мы пытаемся Понять Почему Вот и один Вариант Мы идем От заболевания От того Что у него Покраснела Рука Например Там это Похоже На укус Чилы Соответственно В Обычных Шестерках Мы дадим Шестую Потенцию Ну это Будет Лечение Симптом Ну то есть Классическое Номеопатическое Лечение В другом Случае Мы пытаемся Понять Почему Он все-таки Обозвал Земельным Червяком Это Глубокое Жизненное Ощущение И если Он в этом Ощущении Живет То Вот Атиги Похраснения Похожие На укус Чилы У него Будет Возникать Регулянно Это Не будет Связано С укусом Чилы То есть Вот Примерно Такая Взаимосвязь Вот Это есть Потенции Разведения И очень Конечно же Сложно Работать С высокими Потенциями Потому что Опрос Длится Очень долго Как он Реагирует Это вмешательство На таком Глубинном Уровне Шаг влево Шаг вправо Да Очень Нужно Иметь Достаточно Вот там Наверное Все-таки Нужно иметь Образование От Четырех От Пяти лет Потому что Мир окружающий Он огромен И подобрать Очень тонкие Грани Скажем Есть Будет Царственность Например Царственность Мы говорим Что это Препарат Скорее всего Там Условно Золото Я говорю Очень грубо Профессионал Конечно Так не скажет Я пытаюсь Рассказать Чтобы это Было Более Понятно Говорим Золото Нам нужно Провести Диагностику Это Золото Или Все-таки У льва Например Тоже Есть Царственность И дальше Проводится Диагностика По симптомам Если Это Препарат Золото У него Будет Важен Повядок У него В приемной Будут все По очереди Все будет Проходить Если Это У льва Он будет Царственным Но он Будет Очень Ленивый Вы знаете Что Мамы Львицы Основная Задача Увести Львят От Льва Потому Что Он Настолько Ленив И Лежит Если Какой Нибудь Львенок Его Беспокоит Он Просто Его Упивает Его Чтобы Он Его Не Беспокоил Но Вот Эти Нюансы Вы 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 Читать Википедию Изучать Мир Растений Особенности Поведения И Удивительным Образом После Назначения Препарата Солод Подобранного У него Более Благоприятное Течение Гипертонии Нет Такого Чуда Никакой Препарат Не дает Ни Нап Например Он Тоже Работает В одном Случа Работает Другом Та же Самая Гипотензивная Терапия Она Более Эффективна Потому Что Все Таки Психоэмоциональная Сфера Значительно Скомпетирована При помощи Не Каких-то Препаратов Влияющих На психику Ну Да Это Как Сейчас В Америке Все На Антидепрессантах Нейролептиках И Это Считается Что Если Ты Не пьешь Антидепрессанты Значит Ты Псих Агрессор И Вообще Тебя Надо Изолировать От Общита Значит Ты лентяй Мало работаешь Может быть Да Ну Примеры Психологических Портретов Какие-то Можете Мы поговорили Про Венеру Про Марс Вот я вам Сказал В двух Тех словах О золоте Золото Да Ну В целом В каждой планете С Солнечной системы Есть Препарат Ну Те Что можно увидеть Телескоп Меркурий Юпитер Есть Конечно Препарат Юпитера Юпитер Это яркая звезда Прямо Можно даже Без телескопа Юпитер Юпитер Это аскеза Получение Препарата Юпитера Ну Оно Скажем Вы сдаете экзамен Юпитер Это строгий экзаменатор Ну Какую-то Тяжелую Жизненную ситуацию То что Проходите На фоне Приема Юпитера Она Ну Проходит Скажем Легче Она Облегчает Ваше Восприятие Окружающей Ситуации Ты казался бы Юпитер Такая большая планета Такой толстый Большой добряк А тут Ну нет На самом деле Строгий экзаменатор Строгий экзаменатор Да Глобально Препараты Гомеопатические Материальные Они могут быть Минерального ряда Они могут быть Животного царства Они могут быть Растительного царства Но в целом Для растений Например Очень характерна Высокая чувствительность Я думаю Что вы видели Людей Хотя Среди растений Там есть Мухоловка Где нужно Дифференцировать Животные И растения Потому что Она И агрессор И хищник То есть Это удивительная наука Она очень интересна Гомеопатия Да Это конечно Многогранный Многогранный Аспект И в этом плане Конечно Вы правильно сказали Что Объединить кинезиологию И гомеопатию Это было бы Наверное Шикарным Таким шагом Вот Следующий этап Я видел попытки Объединить Вот Простите Напомните Мне имею отчество Волынкина Николай Александрович Николай Александрович Вот Николай Александрович Где-то на этом пути Он пытается Он не говорит О гомеопатии Он пытается Совместить Психологический портрет С прикладной Кинезиологией Применяет Комплексные Препараты Я видел Как гомеосинеатрию Обкалывание Да То есть Вот Где-то Наверное Нет идеальной Науки Все на стыке Да И чем больше этих Как это Граней Да Тем Комплементарнее Можно все это Соединить Ну В завершении Мы так Долго можно говорить Это все интересно Но у нас время Ограничено Ведь в завершение Такой вопрос В общем-то Традиционный Кого бы вы могли назвать Кого бы Или что бы То есть Это либо человек Личность Историческая Или ныне живущая Или книга Какое-то произведение Понятно Что у каждого из нас И вы уже много назвали Учителей своих Да Есть люди Которые на нас влияют Ну так Чтобы вот Сузить Два-три человека Личности И персонажа Или может быть Книги Которые на вас Повлияли В каком-то В какие-то Переломные моменты Вашей жизни И вы стали Вот тем Кем вы стали И без этого Вы стали бы Другим человеком Очень большим Авторитетом Ну в свое время Являлся отец Вот Это в первую очередь Далее Мне очень повезло С наставниками У меня был Очень хороший наставник Как я говорил Юрий Константинович Скрипкин Вот Мне Очень повезло Работать Ну как работать Несколько раз Общаться С лауреатом Нобелевской премии С Блубергом Вот С великими Гомеопатами Великими Гомеопатами Нашего времени Просто Может быть Еще не все Это осознают Но через Какое-то время Придет понимание Насколько Они велики Это Шанкаран Раджан Это Янс Холтон С которым Мне тоже Очень повезло У которых Я очень много Взял Наверное Вот Основная Скажем Основной посыл Кинезиологии Да У меня было Я был очень впечатлен Кинезиологии Я видел это На примерах О которых Я рассказывал Но Я очень благодарен Людмиле Федоровне Она Я начал смотреть Ее ролики Смотрел Долгое время Энергии Этого человека Энергия Заинтересованность Любовь К своей Работе К тому Что она делает Насколько Она умеет Преподнести Это все Насколько Интересно Потому что Ведь кинезиологию Можно превратить В очень тяжелую В суровую Такую науку Нудную Она Именно умеет Давать Это интересно Я хотел бы Сказать О Людмиле Федоровне О Васильеве Что Очень Благодарен Судьбе Что встретился С ней Так что В моей жизни Было Пять или шесть Очень знаковых Людей Вопрос Знаете Какой Мне пришло Сейчас в голову Если Рекомендовать Человеку Который Хочет начать Обучение Гомеопатии Где-то Что-то Слышал Особо Незнаком С чего Ему начать Где учиться Куда Пойти Учиться Или Может быть Какую-то Литературу Почитать Лучше Наверное Читать Под руководством Каком-то Заведении Я думаю Что Гомеопатию Начать Оптимально Все-таки В РУДМ Даже Не потому Что Я Скажу Это Альма Матер С которым Я работал Там Очень хорошо Системно Это поставлено Обучение Соответствует Каким-то Стандартам Мировым Программы Дальше Я очень Рекомендовал Будущим Гомеопатам Не пропускать Ни одной Конференции Семинара Потому что Знания В гомеопатии Они собираются По крохам Базовое Образование Можно получить Дальше Дальше Второй вопрос Тогда Тем Кто только Начал Те Кто уже Практикует Гомеопатию Знают Гомеопатию И хотят Расширить Свой Арсенал Куда Им Направить Кинезиологию Кинезиологию Если Гомеопат Я как Гомеопат Кто пришел В кинезиологию Это точно Значительно Обогатило Круг моих Возможностей Как врача Понимание Заболеваний Организма Человека Совершенно С другой стороны Кинезиологии Аспекта Я бы рекомендовал Конечно Гомеопат И Такой тоже Вопрос Две Три Может быть Книги Которую Опять же Вы рекомендовали Прочтению Всем Молодым Специалистам Не молодые Специалисты Если они читали Там Визуальная Диагностика Людмилы Федоровны Это Прямо Книга Она должна Быть Мне кажется Настоль У всех Врачей У всех Специалистов Даже Не врачей Может быть Не по медицине Может быть О саморазвитии Или философские Какие-то То есть Чтобы Сформировать Свой взгляд Я бывал В Индии И Не раз Встречался С Адгуру Есть такой Очень интересный Медийный Можно сказать Медийный Да Я встречался Никогда Не очень Медийный Прилетал Даже В Москву Выступал Наверное Много Работает Вы упоминали Сегодня Да Проводит Для них Тоже Вот Наверное Вот С Адгуру У него Есть книги Да У него есть книги Да У него есть книги Очень интересный Очень нестандартный Взгляд Такой Да Вот И из книг Кто сформировал Мои мировоззрения Даже не знаю Удивительно Я перечитал Практически Всех Коучей Из Коучей Кто-то Вам запал Сказать В душу Кого могли бы Тоже Порекомендовать Исхак Пентасевич Он Тоже О том Чтобы работать Над собой Угу Он Этот Коуч Мне тоже Запал Нельзя Поменять Окружающий мир Ты можешь Поменять себя Угу Свои видения Огромное спасибо Что вы Уделили нам Сегодня Время Спасибо вам Побеседовали С вами Я думаю Я узнал Очень много Нового Интересного Направления Я думаю Что Не только я Огромная вам Благодарность Надеюсь Мы еще Увидимся И Продолжим Общаться И Работать Спасибо вам большое Спасибо большое Приезжайте к нам В гости Всегда рады Всегда Будем ждать Общения Мы тоже будем Всегда равняться На вашу академию И постараемся Поставить Уровень образования Ну Будем равняться На вас Так же Как у вас Пока Конечно Педагогов Подобного уровня У нас нет Готовить их Надо Не один Год Далеко Мы очень Стараемся Спасибо большое Спасибо